Санкции. Само слово мне уже не нравится. Само слово уже содержит в себе что-то такое негативное, что-то такое лишающее нас, обычных граждан, каких-то элементарных вещей, которые есть у многих граждан цивилизованных стран. Это свободный доступ, например, в другие страны. Не доступ, а свободное перемещение по странам и многое другое. Свободная торговля между странами, экономические какие-то моменты. Для меня, конечно, санкции, выражающиеся на каком-то высоком уровне высокого бизнеса, может быть, для меня это лично, например, и для таких, как я, не очень это заметно. Но так или иначе, вот частично меня коснулись, наверное, эти санкции, когда мне, например, визу Шенгенскую дали всего лишь на месяц. Я запрашивала на три месяца и буквально до того, как все произошли все эти события с присоединением Крыма и с войной с Украиной, наверное, так я могу сказать. До этого момента всем как-то визы выдавались на долгий срок, на длительный, то есть уже было некое потепление отношений. Как мне казалось, что уже нас по-другому немножко воспринимают и дают возможность русским туристам, которым я являюсь, побывать в очень многих странах. Но, к сожалению, сейчас эта возможность уже, наверное, потихонечку будет прикрываться. Хотя, может быть, это временные какие-то меры. Что касается санкций, которые коснулись моих коллег, я, наверное, так осмелюсь их назвать, Валерии, Олега Газманова и ее святая дочь Кобзона, то, знаете, очень артисты редко когда становятся на большую такую политическую сцену и начинают активно противостоять чему-то. То, что, например, эти артисты выразили свою точку зрения и, ну неужели, я так думаю, а другие неужели не выражали свою точку зрения? Почему именно вот эти трое? Как-то странно, то есть странно со всех сторон. Но с другой стороны, вот подумав, например, со стороны некоторых министров, которые подписывали эти санкции, я, наверное, могу сказать, политика их стран не поддерживает Россию, не поддерживает политику России по отношению ко всем событиям, которые сейчас происходят в Украине. Поэтому, наверное, и, ну, наверное, и происходят вот эти все лишения, например, въезда и так далее. Короче говоря, чтобы резюмировать санкции для меня, это очень плохо. Мне кажется, что я очень хотелось надеяться, что это временные меры и это очень скоро быстро закончится и все-таки мы будем иметь возможность почувствовать себя людьми мира.